Сам факт, нам нужно обозреть этот продукт объективно. Ну ты это вырежешь, нахуй! Участвуем, всем желаю удачи, надеюсь победит сильнейший. Всем салют, народ, с вами опять я, Айк, и сегодня у нас комплексный быстрый обзор на интересный продукт, это Soft Smoke. Soft Smoke, это кальяны, которые делаются в Питере, у меня сегодня будет две модельки, комплексно с накладками, несколько моделек, ну вы сейчас поймете о чем речь. В общем и целом, это вот один из самых вот первых, самых прародителей кальян-палки, как я понимаю, ну я возможно там самые первые не застал и не помню, но суть такая, что это очень дешевый продукт, который действительно долговечный и действительно типа курица норм. Давайте я вам соберу, и вы поймете, поехали! И буду рассказывать. Ребята, в общем, из Питера, делаются они уже вот, по-моему, с 16 или 17 года. Сделан кальян у них из нержавейки и полиацеталя, Soft Smoke, незамысловатый логотип, незамысловатое название. Поехали, давайте собирать. Нижняя, кстати, часть, которая погружная, она у них просто туда впрессована, она не крутится, не отверчивается. Комплектация вот эта, которую я собираю в самом дешевом варианте, чтобы вы понимали, стоит 3000, внимание, 3400 рублей за кальян из нержавейки и полиацеталя. Интересно. Так, дальше у нас тут блюца. Клапан продувки, пулька у них сделана из пластика. Кстати, нужно отметить очень прикольную штуку, вот у них мы заценили, что порт на шланг, он как бы вкручивается в шахту сам по себе. Вот. Кстати, нужно сказать, что действительно, не знаю, насколько практично вообще, ну, практично вот этот контакт нержавейки вместе с полиацеталем со временем, что он раздрочит его или нет. Но пока что, пока что все в порядке. Однако, вот мне нравится вот эта идея на порт в переходе, то есть ты вкручиваешь как бы порт в само основание шахты, но порт сам от себя тоже откручивается. Прикольно, потому что, типа, можно шланг открутить быстренько и чтобы потом, ну, не мучиться, не натыкать шланг каждый раз, типа, в порт силиконом. А просто, типа, хоп, воткнул, в пол оборота даже он не вкручивается и готово. Папочки. Ну и вот, собственно, вот вся конструкция. У них еще есть здесь диффузор, тоже выполненный из полиацетали, тоже, кстати, он у них на резьбе. Я, кстати, ну, если честно, приятно очень ходит резьба. Замечал? Ну, она и как бы с первой попытки вставляется вообще без проблем. А то обычно помнишь, у меня с резьбой проблемы, а тут я никакого дискомфорта не ощущаю. В общем, 3400 рублей. Очень дешево, на самом деле, вообще невероятно дешево, если честно, для кальяна. Я думаю, что, ну, это а-ля бич-пакет, бич-стайл, понял, да? Это, не знаю. Можно, если вот сильно захотеть и бомжа встретить со соус-моком на улице, понял? Типа, идешь, прогуливаешься в мусорке такой. Ну да, что ты, если... Слушай, в Москве такие бомжи, они там вроде просят, просят. Ты смотришь, у него бабок иногда в этой корзине больше, чем у тебя в кармане. Поэтому... Да, это амбассадор и хайп, да. Ну, в общем, забили, поехали конструктивно по делу. Называется этот кальян Light. Ну, название подходит, в принципе, все очень просто, все очень лаконично. Максимально обычная палка кальянная. 3-400. Однако, вот смотрите, за... У них есть... Звучит красиво. У них есть накладки за 2000 рублей вот такие. Ну, вот сюда на шахту. Давайте я вам просто вкручу, и вы поймете. И кальян, типа, из палки за два косоля превратился вот в такую шахту. Ну, хз. Если честно, мне вот, ну, типа, дизайн не нравится. Ну, здесь как бы... 3-400, пацаны, имейте в виду, вы здесь не получите то, что вы хотите. Вы получите просто, типа, курибельный кальян. У них есть также комплектация. Ну, и вообще накладка, которая вот просто вот такая. Вот такая. Черная, типа, обычная, без вот этой нержавеющей вставки. И стоит такая полтораху, по-моему. Вот. Вот так выглядит их, кстати, бокс. Он здесь стоял, я вообще о нем не сказал. Обычно белая коробка здесь. Все разложено. Как всегда, в общем, чтобы вы понимали, все как всегда. Ничего нового, ничего необычного, ничего сверхъестественного. Хорошая коробка, практичная. Нужно сказать, что также эти кальяны у них продаются, кстати, на их официальном же сайте в полной комплектации. Однако они стоят уже не 3-400, а 5-700. То бишь, там в эту комплектацию входят и софт-тач-шланг, и мульштук, по-моему. Кстати, мульштук у них бывает тоже. Мульшники тоже разных видов бывают. По-моему, на вот обычных софт-смоках у них вот такие мульшники, типа, из алюминия, классические, крашенные, черные. А на этих, на кальянах, которые у них дороже, это Space и Elegant. У нас, кстати, сегодня Elegant еще вторая шахта, не Space. Но они по курению одинаковые, просто немного шахта по дизайну различается, но мне Elegant нравится больше. И вот такие мульшники. В принципе, они идентичные, просто одни сделаны из алюминия покрашенного, анодированного, а вторые сделаны из нержи. Вот вам и вся комплектация. За 5700 вы сможете купить у них с колбой, по-моему, от компании Крафт, со шлангом и всей вот этой херней, приблудой, со всякими уплотнителями. По-моему, даже в комплектацию за 3400 даже уплотнители не входят, если мне память не изменяет. Хотя, если честно, я могу вот именно в плане уплотнителей ошибаться. Что ж, давайте соберем вторую шахту. Мы поняли, что эта шахта стоит дешево, супер-мега дешево за 3400. То есть, в полной комплектации примерно покупаешь эту шахту, как Мамун. Мамун примерно так же стоит. Там за 5500 весь комплект и соберешь. В общем, давайте шахту Light мы отложим в сторонку. Если честно, накладку я хочу снять, потому что... Извините, пожалуйста, подписчики. Тысяча извинений. Эту накладочку я сниму, потому что мне хочется покурить вот именно вот этот кальян, скажем, в первозданной идеологии кальян-палка. Без всяких накладок, типа максимально дешево, максимально просто. Вторая шахта, это у них, на самом деле, мне кажется, скорее вот доп всякие кальяны. У них, на самом деле, там несколько моделей кальянов. Но я взял сегодня те, которые мне действительно больше всего интересны. Это вот кальян, который полностью сделан из нержавейки. И максимально дешевый кальян. У них там есть еще всякие цветастые модели. Но я их даже не знаю. Мне кажется, это херь не нужная. Мы лучше обозреем то, что вот мы считаем нужным. У меня вылетела пулька. Она летит, летит. Опа, оператор успел. Спасибо тебе огромное, оператор. Ты мой спаситель. У них тоже такая же пулечка пластиковая в этой комплектации. Клапом продувки. Они примерно, в принципе, все похожи. Размеры тоже все примерно одинаковые. Немного разный дизайн. Но это ничего страшного. Это наоборот. Что, будем сразу две шахты, да, курить, Антон, по-любому? Ну, да. Да, надо сразу два, да. Давай один, наверное, покурим с диффузором. А один без диффузора. Какой будет? Они, наверное, одинаковые, да? Я тебя, бля, умоляю. Посмотри сюда. Нет, я... По тяге? Да. Все то же самое. Абсолютно. Все то же самое. Клапаны продувки, клапаны тяги. Все то же самое. Просто, типа, этот полностью из нержи, тот смесь полициталей и нержи. Такс. А какой будем курить? С диффузором какой без? Выбирай, Антон. Ну, вот этот без диффузора, давай этот диффузор. Ну, все, понял тебя. Этот мы пока отложим в диффузорчик в стороночку. Сейчас вернусь. Ну, и все, давайте дособерем. Опачки. Эта модель у них называется Elegant. Прям точно такая же по всем курениям и качеству есть Space. По одинаковой цене. 9 900 без всего. 3 400 без всего. А сейчас со скидкой вместо 16 400 12 200 совсем. Это колба от Крафт, типа, шланг Мунштук и все дела. И этот 5 700. Ну, типа, вообще по-божески, на самом деле, за 5 700. Но 12 200 уже спорно, потому что за эту цену можно и другие шахты посмотреть. Поэтому стоит задуматься. Ну что ж, дорогие друзья, давайте приступим к забивкам. У нас сегодня будет две чашки. Одну будем забивать на ВДК-сирийка, вторую на Хука Джон Гармони Фаннел. Что ж, давайте начнем с серийки. И там очень незамысловато, просто оригинальный мультифрукт. От нахлы это вам все должно сказать. Будем курить в чистую. Даже ничего не буду толком с ним делать. Просто хорошенечко прожамкую разок. Все помнят, как нахлы надо забивать. Пушим все это получившееся. И просто неаккуратно закидаем в чашку, потому что нахлеб плевать. Как лежать, она все равно будет куриться хорошо. Все, первая чашка готова. Перейдем ко второй. Вторая чашка, дорогие друзья, как я и говорил, это Фаннел Хука Джон. Мы будем делать прикольный микс. Это ягодный смузи. Точнее, если быть клубничной малиновой. Берем клубнику и малину от Вирджинии. Кейминт от Танжа, Нойер. Это классические линейки, некрепкие. Клубнику мы положим на низ чашки. Малину в перемешку с кейминтом повыше. Потому что клубника будет отдавать кислинкой. Если мы положим ее повыше, нам это не надо. Нам нужно, чтобы она не догревалась слегка. Что ж, поехали. Выкладываем клубничку. Мы знаем, что эта чашка просто дно огромное. Поэтому раскладываем табачок на низ чашки. И равномерно стараемся его там распушить, разложить. Должно быть прикольно, кстати, мне кажется. На глаз накидываю. Если честно, должно примерно получиться 40-40-20. 40 клубники, 40 малин, 20 кейминта. Поэтому не ругайтесь, если чуть я не попаду. И вы прям по листочку считали, сколько я уложил. Это так, на глаз для обзора. Дальше берем малину. Примерно столько же мы набираем малины, как и клубники. И добавляем туда щепотку кейминта. Прикольно. Что могу? Ну и все, забиваем. Все это поверх. Укладываем аккуратненько. Потом, если что, мы слегка это притрамбуем. Так, чтобы прям не сильно. Но чтобы колодки мы не касались. А то опасно. Танжульку в касание курить. Мы здесь больше болтаем, нежели курим. Поэтому я более чем уверен, что мы эту чашку спалим. А не хочется. Хочется потом еще покурить. Ну и собственно все. Две чашки готовы. Давайте греть, раскуливать, пробовать и делиться. Наши чашки прогрелись. Пробуем сначала миксочек. Там клубника, малина, кеймин. Клубника, малина, Вирджиния, кеймин. Понятно, танж. Курим. Тяга средняя. Потому что без диффузора курится комфортно. В принципе, нормально. Легкое бурление. Какого-то сильного сопротивления я не чувствую. Давайте посмотрим, как колба продувается. Без претензий. Все понятненько. Давайте попробуем простенькую версию с диффузором. Здесь тяга должна быть полегче. Так, лайт. Легкая тяга. Практически не шумит. Кульца нормально. Хорошо продувается. Если честно, за 3-400 шахты и 5-700 полный комплект, хороший кальян. Без сомнений, типа, дешево. Ну, я про дизайн вообще ничего не говорю, вы слышите, да? Потому что это максимально убого. Вы это понимаете. Но как кальян, типа, ты его покупаешь и не паришься совсем. Все, ты его куришь, и он нормально курится. Если тебе на дизайн, в принципе, наплевать, и ты бюджетник, кушаешь роллтон. Вот. Хороший кальян. Это вот подороже. Со скидкой 12-200. Опять же, 12-200 в полной комплектации. Ну, терпимо на самом деле, терпимо. Но есть с кем поконкурировать. Ну, вот это, конечно, прикольный продукт. За 3-400 это круто. Это действительно круто. Поэтому, Антон, будешь пробовать? Давай. А ты бы штук не взял. Парни, киньте ему штук, Антон. Так и дай, я понимаю. За эту цену, да, ты сказал, это будет же... Полный комплект из кола. 5-700, нет. 3-400 это только шахта. 5-700. А этот, смотри, этот, короче, без... Этот без всего, просто пустая шахта. 9-900. И он, и спайс. Спайс, спейс. Ну, спейс. Ты уже в этом на ютубе продаешь? Нет. Не на ютубе. Короче, вот. Прикольно. Ну, типа, за такую цену можно поконкурировать. 9-900 без всего. 12-200 в полном комплекте. На. Теперь попробую вот эту тему. Извини. Нравится? Вкусно? Там что? Мультифрукт чистым. Нахло. Чистым, просто чистым. Вкусно. Так на голову желудок не очень. Ну, сейчас покушаешь скоро. Ну, что ж, дорогие друзья, вам всем большое спасибо за просмотр. Мы не с пустыми руками сегодня. Давайте... Мы для вас сегодня разыграем еще одну шахту Soft Smoke. Вот такую. Light. В полной комплектации, только без колбы. Колбу сами найдете, потому что отправка колбы деловыми линиями с деком. Короче, чем угодно, это чревато последствиями. Тем более с такой коробкой. Поэтому все как обычно, ребята. Мы должны, точнее, вы должны зайти ко мне на страницу в Инстаграм, подписаться, найти там пост с этим кальяном. Он будет вот прям почти день в день с выпуском. И отметить там трех друзей. Однако, помимо этого, вам нужно быть и подписанными на Huka Time Club. Если вы будете подписанными только на мою страницу и не будете подписаны на Huka Time Club, ваше участие в конкурсе автоматически аннулируется. Поэтому нужно быть подписанными на наши две страницы в Инстаграме, на мою и на мою, опять же, Huka Time Club и на мою iKHT. И у вас будет шанс выиграть этот кальян. Надо под этим постом оставить в комментариях, отметить трех друзей, с которыми вы чаще всего курите кальяны. Вы будете участвовать в этом конкурсе. Поэтому это вот для вас. Ждем вас, ждем того, кто это заберет. Участвуем. Всем желаю удачи. Надеюсь, победит сильнейший или самый везучий. Вам всем большое спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забываем об условиях этого конкурса. Они все будут расписаны под этим видео. Также не забываем про ссылочку. Типа переходим на Huka Time Club. Подписываемся на наш канал на Ютубе. Вступаем в группу ВКонтакте. Ну и, соответственно, если вы хотите поучаствовать в конкурсе, даже если не хотите подписаться на наши остальные аккаунты в Инстаграме, потому что мы стараемся делать интересно. Вводим новый формат. Вводим больше информативных постов, больше крутых постов. Поэтому следите за нами. Любите нас, как мы любим вас. Делаем все это для вас. Короче, вся херня. Па-па-па. Будете молодцами. Крутите кальяны. Я спешу. У меня скоро слишком. Надо похавать. Всем удачи. Всем пока, народ. Будьте молодцами. Па-па-па-па-па-па-па.